Да, идем 3 по 50 на максимальной скорости через 30 секунд. Понятно? Понятно. Готов? Да. Как начинается каждое утро Артема Громова? Химчанин, пловец, первый и пока единственный спортсмен-паралимпиец международного уровня во всем Подмосковье. Около пяти лет назад он пришел в бассейн и впервые встретил своего будущего тренера Ольгу Белову. Он был очень пухленький мальчик, у него были большие проблемы на тот момент в семье. Он приходил, боялся общаться, он был очень зажатым. Мне это не нравилось, потому что, когда я с ним лично разговаривала, я понимала, что у него хороший потенциал, очень открытый, добрый мальчик. Я подумала, что почему бы с ним не позаниматься плаванием, ему очень нравилась вода. Умственная отсталость – диагноз серьезный, но нарушения в развитии не сломили парня. После первых серьезных соревнований Артем почувствовал вкус победы. Стремление восходить на пьедесталы изменили его. Он наладил питание и стал набирать форму. Ты пришел сюда каким? Сытым. Сытым? Да. А сейчас ты какой? Тоже такой же. Но ты правильно пытаешься? Ну да. На тренировку приходят первым, уходят последним. Сейчас спортсмен готовится к своему первому международному старту в Абу-Дабе. В марте 2019 года там пройдут всемирные летние игры и специальные олимпиады. Каждый день и два раза в день тренируюсь. Какая твоя главная цель в спортивной карьере? Стать олимпийским чемпионом. Как думаешь, сможешь? Думаю, что рано или поздно сделаю. Сейчас с Артемом работает целая команда. Два тренера, массажист, специалист по растяжке. Поблажек не дают. Один раз просто пришлось одеть ласты, залезть с ним и сказать, что если ты меня сейчас не обгонишь, ты просто не поедешь на соревнования, никто с тобой не поедет. Он обогнал, он выплыл из 30. То, что он до этого вообще выполнить никак не мог. То есть он плыл по 35, он проплыл 29, он выплыл. И потом на соревнованиях он приехал только с золотыми медалями. Артем выступает в двух стилях. Кроль и бутерфляй преодолевает сложности успешно. Тренеры знают, какой нужен подход. Ему невозможно просто объяснить, как нужно сделать. Он не переложит это на движение. Нужно показывать либо на нем, либо приводить ему примеры. Либо, например, была ситуация, что он не мог понять, как это делить себя пополам, плавание, грибок. Я надевала на него перчатки, и он по белой линии плыл и вот красил. Я говорила ему, что ты будешь красить белую линию. И он плыл и красил. То есть нужно научиться мыслить так, как они мыслят. Тогда ты его поймешь. Артем многого добился. И речь не только о медалях. Здесь у него много друзей, есть мечты и желания. И он такой не один. В спортивной академии «Максимум» тренируют около полусотни детей с особенностями здоровья. Каждый день их учит преодолевать себя и любые преграды на пути к цели. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.